В богату имени Шухова открыт третий международный пленэр скульпторов и архитекторов. В этот раз в нем участвуют семь мастеров. Это представители Египта, Кувейта, Сирии и Марокко. Впервые в качестве материала используют белый мрамор. Какие идеи намерены воплотить скульпторы, узнала Элла Машир. Благородный белый мрамор организаторы пленэра привезли с Урала. До этого года материалом для работ служил крымский известняк. Мрамор идеально подходит для ваяния человеческого тела. В нем гармонично сочетается прочность и пластичность. Его использовали великие мастера эпохи Возрождения. Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Усама Эль-Серви – постоянный участник белгородского пленэра. На создание этой скульптуры его вдохновила незаурядная личность великого русского ученого и изобретателя Владимира Шухова. Сколько юбилей Шухова в следующем году. И, конечно, университет носит имени Шухова. Поэтому это большая честь, конечно, любить такую фигуру. Очень много следил за фотографиями, за работами его. И знакомился с его автобиографией, читал о нем, чтобы войти в характер человека. Шухов – не единственный русский гений, чей образ Усама Эль-Серви воплотил в камни. Памятники Менделееву, Чайковскому, Чехову, Пушкину в его исполнении установлены на родине в Египте. Всего мастер создал 56 различных скульптур. По словам господина Серви, его цель, с одной стороны, познакомить арабов с выдающимися русскими людьми и построить прочный мост между двумя культурами. С другой – поделиться опытом с начинающими архитекторами и скульпторами. Мы проводим эти пленеры для студентов, поэтому я приглашаю вас всех наблюдать за нами, посмотреть, что мы делаем. Подходите, спрашивайте, мы будем отвечать, покажем, какие этапы, какие инструменты используем, и почему, и каким образом. Как будто это открытие, длинный мастер-класс. В третьем международном пленере скульпторов и архитекторов участвуют семь мастеров. Это представители Египта, Кувейта, Сирии и Марокко. Вдохновением для них служит природа, общение с людьми и культура древних цивилизаций. Работают они каждый по своей теме, но каждая практически из них – это тема, объединяющая людей во всем мире, или символизирующая объединение людей во всем мире. Закрытие пленера и презентация работ состоится 15 сентября. Все скульптурные композиции останутся на территории университетского городка. Элла Машир, Александр Подубный. К этому часу Белгород.